всем привет наши дорогие подписчики гости нашего канала у нас доброе утро мы сашуля сегодня встали пораньше вышли в огород чтобы довести нашу клуб клубнику до ума одни дети спят под теплым одеялком сладко сладко а мама с папой уже вовсю работают я сейчас пойду кстати обрезать гортензию розы обрезали осталось гортензия посмотрела как правильно на две почки я буду оставлять на одну боюсь все-таки я начинающий цветовод поэтому рисковать не буду хотя именно нашу метельчатую ванилов райс надо на одну и тогда будет лучше цветение ну кусты уже будут не такие высокие ну в общем будем пробовать каждый год экспериментировать и папа наш тут как рот роет носом выкапывает клубнику разрослась она у нас конечно очень сильно до заросла она у нас сильно сейчас проредим все обрежем ненужное да и мы вот туда продолжим ряды до винограда сашуль тут получается не три будет а 4 целых нет 3 ты хочешь до 4 близко в общем три сделаем хороших ряда и все на этом хватит убрали альфуши поддоны чтоб там под ними подсохла будку тоже освободили солому выкинули она такая сырая плохая уже на улице тепло сухо поэтому не замерзнет в том году мы сажали эту клубнику здесь на это место он ведь какая хорошенькая покажи сашу лидин какой-нибудь кустик о какие корни хорошие с легкой руки веры дмитриевны у нас тут все заполонила клубника разрослась очень хорошо видите потом поливает ее водичкой и в ящик но в том году конечно у нас был шикарный урожай мы как раз приехали из казахстана давай ее быстрее собирать я морозила ну правда морозила заморозила я ее не очень так скажем аккуратно и у нас получился один огромный комочек а хотелось бы чтобы ягодка от ягодки так сашуль где секатор куда-то убрал пойду я цветник где там я всегда так говорю вот напишите у вас есть такие проблемы в семье сашуля когда спрашивает янусь где лежит тебе так это шапка не идет сашуль какой-то такой балдежный в ней другой не нашел а я ее там она лежит там у вас есть такое напишите вот у меня привычка такая что вот не спросить янусь где лежит я там где горит там вечно кричит на меня вечно недовольный александр николаевич даже сейчас с моськой такой серьезной клубнику выкапывает так ну ладно все идем мы с вами в цветник пусть работает я кстати постирала все вещи рабочие вот развесила просохнет потом оденет котики наши где-то гуляет я не знаю два дня уже на не приходят позавчера были а сегодня вот одна буся дома альфушкин папа сказал сделает калитку и будешь ты потом тут бегать да чтоб главное не забегала в огород там и чеснок у нас уже вовсю растет и вот сейчас клубника что все перетопчет ничего не будет поэтому мы тут планируем продолжить вот видите где виноград там закрыть хотя она может ведь сигануть здесь по низу поэтому даже и не знаю как правильно и лучше сделать ладно мои хорошие всем хорошего дня отличного настроения никуда не уходите оставайтесь вместе с нами будем сейчас обрезать и доводить мою гортензию вот видите тут у меня один кустик ей третий год но растет она тяжеловато я вот не знаю да нет в принципе еще не поздно почки только-только начали появляться и вообще вот это вот именно гортензию кустик я хочу пересадить не место ей тут и буси меня преследует ходит за мной за следом вот гортензия я прям несколько раз посмотрела как ее правильно все обрезать вот эти вот мелкие тонкие ветки их нужно вообще под корень и оставить вот только толстые хорошие и обрезать на две почки ну вообще ванилов райс обрезается на одну почку но я буду на две я вам уже говорила так как я начинающий увидите какие несуразные кустики у нас тут еще сыра о уже вовсю начинает так что я пришла вовремя и розы мои тоже спрашивайте много кустиков у вас пропало да я не знаю вроде смотрю все хорошие а как будет дальше время покажет а зашла домой обрезала гортензию отправила анюту на танцы представляете вообще забыла что у нее сегодня занятие преподаватель сейчас пишет где анюта а я-то забыла быстрее давай ее будить собирать в общем все она на плясках а я сейчас хочу быстренько приготовить плов вкусно все любят и быстро режу мясо котики зашли домой орут им тоже хочется мясо хотя многие там пишите что сырой нельзя да я понимаю что нельзя вот смотрите как они орут я не знаю как ему не дать хотя бы по маленькому кусочку поэтому сейчас быстро плов приготовим там уже нужно будет за ней бежать обратно и вообще сегодня в планах полностью уже разобраться с клубникой чтобы эта тема ой отрезала им кусочек тут же закинула держите разорались все любят мясо кстати поставила ли видите вербу стакан вот сюда где стоит чайник у меня сахарница смотрится так хорошо и я ведь постоянно на этой стороне готовлю и вот любуюсь вербой сейчас максимку уже буду будить как придем пообедаем и все вместе выйдем на улицу пусть погуляют у нас на улице вообще такое солнышко на улице погода нас радует так не хочется пошел дождь и опять была грязь слякоть все хватит теплый москва в в вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Почему богатая? Не знаю Кстати, еще смотри, сколько их Тут есть Ну вот, еще на лопате Видишь? Красивый? И тут за листиком О, да тут их целых три сидят Даже четыре Ой, какие красивые О, пять! Тут шесть и целых семь тут Ага И что с ними надо сделать? Не знаю Что? Ну я думаю, тебя спрошу, может ты знаешь Домой забрать? Зачем? Май, еще под тобой один Ну? Я хочу ежика найти Май, знаешь, зачем я подхожу? Зачем? Я хочу кто-то найти Помнишь, мы два раза ежика? Да Ой, их тут сколько? Да их тут миллион сейчас Ого! Май, тут смотри, как много Все тут запрятались за листами Тут солнышко, им тепло Они пригрелись И устроили себе Пикник Пикник, домик Милашки такие Ой! Вот сколько! Угу И тут сколько! Ой, еще в листе! Я тоже была, когда маленькая Постоянно за ними бегала Ой! Тут еще в листах Да Ну все, ладно Не ломаем домик Видишь, они так хорошо тут спрятались Сыночка, а тут лук растет Не надо ходить, ладно? Здесь у нас полностью грядка идет С луком А я обрезаю сухие усы на клубнике Чуть-чуть стало получше Ну потом Потом покажу вам Сыночка! Шнурки завяжи Сейчас упадешь Шнурки завяжи Сейчас упадешь Или внутрь их засунь Анюта там Сделала себе змея Мусорный пакет вынесла Прицепила на велик И хочет, чтобы он летал А сейчас, видимо, хочет его Лопнуть Папа наш уехал Ждем Мусорный пакет вынесли Приехал Папа наш Пришла к нему На разведку Рассказывай Чем занят Надо с кучей разобраться Травы Вот с этой кучей И как ты хочешь с ней разобраться? Закопать А я думаю, кому ты там яму роешь Ты уже запереживала? Ну да Уже страшно стало Думаю, куда идти прятаться Яму роет Оказывается, просто хочет это все Закопать Ветки малины Мы уже сожгли Осталось Вот это все Спрятать куда-то У нас так холодно стало Ветер такой Баньку сегодня будем топить Вечером согреемся И сейчас зайду домой Вообще, хотела Сашуле вам показать Классный гаджет Который у нас появился Просто суперский Нет слов И вам хотели тоже Показать вдруг Кому-то он нужен Вообще, слышно меня там? Нет Очень Ветрено И посмотрите Анюта там сделала себе Ты видел? Какой у нее змей красивый Летает, дочь? Нет? Я пока не пробовала У нее весь примет Ну, ветер, конечно Смотрите, у нее там И морковь, и ромашка Катушку С леской сделала Ну, давай, беги по огороду Может, получится Полетит Сейчас я линию Побольше сделаю А маленькая А, там она вон как Надо, чтобы Видишь, дочь Она разматывалась А у тебя О, у нее какой змей Я думаю, что сейчас полетит Точно Круто будет А вы верите Что все получится У Анюты? Я думаю Думаешь, нет? А где бежать-то? Ну, здесь по огороду Места много Боюсь, что он упадет Измена Ну, что теперь? Надо чем-то жертвовать Не попробуешь, дочь? Не узнаешь Ну, быстрее уже Давай Давай, давай А-а-а Дочь Полетела Катушка Катушка отвалилась Надо чем-то, дочь, получше приклеить Сейчас найдем с тобой Может, двухсторонний скотч А вот я его и приклеила Ну, в общем, сейчас что-нибудь придумаем И тогда точно Получится На три дарючка Не, у тебя там есть, дочь? А? Есть в том Надо потолще Листок Горбонку И что? И полгонку И все Нет, ну там она просто Отлетает Катушка Что, Катушка, чтобы я езжу? Катушка Да Катушка Катушка Максимка Тут уже оделся на дзюдо Сейчас его Сашуля отведет У него занятия идут час Пока они маленькие Поэтому Им этого хватает А кто постарше Занимается, по-моему Два часа И, кстати, многие там спрашивали За костюм Сыночка, что у тебя там Мне не пойму А ну встань нормально Или ты ножку так поставил Ага, ножку так поставил Смотрю Торчит там В общем, многие спрашивали За костюм Оставьте ссылку Мои хорошие Он там на Валберес Один единственный На Озон Я, честно сказать, не смотрела Поэтому даже не могу сказать А вот на Валбересе Узнаете по этим Иди сюда, сыночка Покажу Эмблемкам вот этим Вот вы его сразу Узнаете Костюм может не особо бюджетный Но очень хороший Я уже стирала его два раза Сел он совсем чуть-чуть Вот видите Мы немного его заказали Ага, да Совсем немного Мы его заказали на вырост Дети растут быстро Поэтому он ему Вообще Не сильно большой И удобно заниматься Сыночка, скажи хоть пару комментариев Уже ходишь сегодня Получается на какое На пятое или шестое занятие идешь На четвертое Как, четвертое разве? Да, на пятое На пятое, наверное, уже Или даже Нравится на деду Ну сюда подойди, тебя даже не слышно На деду нравится ходить Нравится очень? Очень-очень или нет? Там есть такой, кстати, труба И там кнопочка, на которую ногой наступать И вот там фонтанчик А потом что можно пить Ясно В общем, он уже Несколько раз там боролся Приходил тут Один Один разик? Два разика же Один Ну как один? С Илюшей и еще с кем-то А, да, два раза Два раза уже С Илюшей и с тремя Да, так что Так что ходит наш ребенок С удовольствием Ну и родители тоже Маме Очень этому рады Так что все Сейчас Куртку все уже Одену И пусть идут Пока Максимка на дзюдо Анюта гуляет Дома тишина Хотели вам Че ты там? Дочь там улыбается С папой В общем Пока дети гуляют Никто нас не отвлекает Хотели вам показать Нашего нового жителя Это робот-мойщик окон Даджет W100 Вообще Линейка Состоит из нескольких Таких вот Даджетов Так что ссылку оставлю В описании канала И закреплю в комментарии Пройдите, посмотрите И выберите тот Который вам понравится Больше всего Ну а мы вам покажем наш Протестируем И смотрите Какая у него комплектация Меня тут перебил звонок Поэтому продолжаем О комплектации Идет 5 пар носочков Как я говорю Тапочки Из микрофибры Она очень мягкая Такая плотная Ну посмотрим Как она сейчас справится Просто с нашими Грязненными окнами Особенно вот с этой стороны Смотрите Смотрите Оно все В пятнах Пыль Непонятно Чем В общем идет Вот таких вот 5 пар Тапочек Запасные Пластмассовые Колесики Куда мы уже Крепим наши тапочки Пульт управления Очень прост В использовании И так скажем Многофункциональный Выбираем Любой режим Какой вам Удобный И все Наш робот Начинает Мыть окна И очень круто Что идет Полностью Инструкция На русском языке Вот такой Баллончик Дозатор Куда можно Налить воды Либо средство Для мытья Окон Ну и сам Робот Смотрите Какой он Классный Очень красивый Дизайн Такой вот Он беленький Кстати Мотор идет Как Включаю Робот В каждом углу Уже скоро Появится Робот Муж Но сейчас Да Скоро Сошель Найду тебе Замену Соберу тебе Чемодан И отправлю Как там Подписчица Писала Моя И отправлю Тебя В туман Так что Спи И бойся Чтоб Такого робота Не появилось Ну правда Сейчас Такие Классные Помощники И вообще Они намного Облегчают Нашу жизнь Это Посудомоечная Машина Стиральная Машина Пылесосы Да вообще Столько Гаджетов Я говорю Такая чудо Техника Без которой Мы уже Жить Не можем И вообще Мне кажется Что я скоро Буду сидеть На диване И ничего Не делать С такой Техникой Ну Можно вам Показывать Это все Рассказывать Очень долго Уже не терпится Посмотреть На него В действии Да Сашоль Начинаем И посмотрите Какой Просто Длинный Идет Провод Это блок Питания Зарядное Устройство И кстати Я вам забыла Сказать Самое главное Еще вот Такой Вот идет Страховочный Трос Ну Мы его Сейчас будем Тестировать Просто В экстремальных Условиях На свой Страх И риск Посмотрим Как он Справится Без него Я думаю Что все Будет хорошо Поэтому Мы Заматываем Ну В принципе Вы сейчас Все сами И Увидите Кому Интересно Более Подробная Характеристика Можно Сделать Стоп Увидеть Его Размеры И Прочитать Также О его Возможностях Как говорится Лучше Один раз Наверное Увидеть Самому Прочитать Чем Сто Раз Услышать Кстати Робот Моет Не только Окна Но и Стекло Кафель Керамику Пластик Сплошные Влагостойкие Поверхности И Самое Главное Чтобы У вашего Например Зеркала Были Рамы Иначе Робот Выйдет За границей И Может Упасть И Очень Круто Что Он Сам Определяет Границы И Например Если Вы Его Установили В этой Точке Когда Он Полностью Помоет Окно Он Вернется Сюда Жи И Будет Сигнал Что Все Готово Хозяйка Иди Принимай Работу У нас На улице Уже Темнеет Я Только Прибежала Забирала Максимку С дзюдо И Вот Смотрите Какой Шикарный Просто Ракурс Видно Какое У нас Грязное Окно Сейчас Будем Мы Уже Включать Наш Робот И Посмотрим Как Он Все Отмоет Вот Это Тоже Видно Окно Какое Оно Все Просто Грязное Как будто Сто лет Его Не Мыли Хотя Просто Был Дождь И У нас Через Это Окно Всегда Просятся В дом Котики Так Как я Говорила Робот Вообще Просто В Использовании Просто Мы Сейчас Его Давай К Окну Нажимаем Кнопочку Затем Кнопку На Пульту Управления И Все Он Начинает Мыть Слышно Вам Или Нет Он Уже Так Сказать Присосался К окну Я Выбираю Этот Режим И Он Начинает Сухой Салфеткой Убирать Всю Эту Пыль И Грязь Которая У Нас На Окне После Мы Уже Смачиваем Наши Салфетки Эти Убираем Смачиваем И На Третий Раз Он Вообще Его Моет Идеально Вот Смотрите Уже Видно Что Наше Окно Стало Чище Вообще У этого Робота Очень Много Преимуществ Это Экономия Времени Экономия Финансов Например Кто Вызывает Клининговые Компании Вы можете Купить Один Раз Такого Помощника И Пользоваться Им В любое Время Для вас Удобно Тем Более У него Низкая Приятная Цена Из Всех Наверное Роботов Которые Есть И Тем Более Очень Приятно Что Три Года Гарантии Еще Одно Важное Преимущество Это Безопасность Кто Живет На Этажах Включил Если Вдруг Вы боитесь Высоты И Ваши Окна Будут Плестеть Так Что Плюсов Очень Много Пока Он Моет Можно Заниматься Делами Экономия Времени Кто Быстрее Робот Или Человек Ну Сейчас Посмотрим Кто Лучше Отмыл Ты Или Робот Так Это Наш Ага Я Это Наш Папа Помыл Сейчас Оно Просохнет Сашуль Смотрите Что Сделал Он Не Моет Что Ли Он Грязнит Это Как Всегда Александр Николаевич Шутник Делать Ему Нечего Вот Смотрите Уже Насколько Чище На второй Раз Она Вообще Будет Идеально На третий Так Не Подкопаться Прошли Окна Сухими Тапочками Теперь Надо Будет Моющим Средством Делаем Так Так По Краям И Здесь Также Шесть Раз Можно Больше У Меня Здесь Кстати Мистер Пропор Все Снова Его Включаем И Он Начинает Мыть Смотрим Как Он Справится Вот С Этой Грязью Размазанной Максим Максим Интересно Тоже Пришел Смотреть Видели Как Отмывает Наш Робот Уже Добрался До Верха И Посмотрите Как Он Отмыл Все Разводы Еще Мы Потом Оденем Ему Сухие Тапочки И На Третий Раз Он Уже Прям Все Так Скажем Начищает И Полирует Вот Видели Тут Было Грязно И Как Сейчас Он Это Все Помыл Ну Всегда Есть Бочки Меда Ложка Дегтя Моет Он Конечно Хорошо Единственный Наверное Маленький Такой Минус Как Вы Видите У него Колесики Круглые И Он Не Может Заехать Помыть Уголочки Наверное Вам Этот Уголок Так Камеры Фокусируйся Там Лампочка И Наверное Из-за Этого Вам Плохо Видно И Вы Посмотрите Просто На Эту Моську Буся Буся Ты Че Такие Сделала Глаза Ты Думаешь Мы Нашли Вам Замену Нет Иди Отсюда Иди Я Боюсь Что Она Просто Прыгнет На Этот Провод Он Ведь Весь Болтается Начнет Играть И Наш Лобот Улетит Далеко Далеко Я Конечно В полном Восторге Ну Это Прям Мелочи Можно Пройти Тряпочкой А так Окно Просто Идеальное Так Что Ссылки Обязательно Все Оставлю В описании Канала Закреплю В комментарии Где Можно Приобрести Эту Прелесть Все Вам Разберется Даже Ребенок Наш Папа Никак Не Успокоится Говорит Янусь Покажи Кто Помыл Лучшее Окно Пусть Проголосует Эта Сторона Сашулина И Вот Помыл Робот Кто Справился Лучше Всего Голосуйте Посмотрим Кто Победит Вы Только Посмотрите На какой Сейчас Вкусной Ноте Мы Будем С вами Прощаться Мы Уже Попарились В баньке Все Такие Распаренные Краснощеки И Хотела Вам Забыла Ведь Рассказать Что Вчера К нам Приезжали Гости Из Казахстана Проездом Заезжали Попили Чай Поговорили Огромнейшее Им Спасибо Что Они Нашли Время Чтобы Заехать Очень Приятно Привезли Нам Гостинцы Вкусные Вафли Мы Уже Съели Пироженки Тоже Съели Дети Еще Вчера И Остался Еще Мешок Я бы Сказала Конфет Вот таких Вкусных Рахатовских Мармелад В шоколаде Тут Разные Вкусы Но Очень Очень Вкусные Конфеты Прям Сразу Так Стало На сердце Тепло И Рыбка В облачко Как Сашуля Говорит Вот Можно Будет Потом А Можно И Сейчас Ну Нет Сейчас Нельзя Потому Что Пост И Мы Решили Что Во время Поста Да У нас Не получилось Да Соблюдать До конца Не получилось Его держать В плане Еды Но Вот Алкоголя Решили Вообще Ни капли Ни Ни Поэтому Мы Сейчас Ее Снова Закрутим Спрячем И Уже После Поста Можно Будет Можно Будет Ее Ням Ням С Пивом Так Что Все Мои Хорошие Будем С вами Прощаться Еще раз Огромнейшее Спасибо Что Заехали Нашли Время Безумно Приятное И Большое Спасибо За такие Вкусные Гостинцы Так что Все Мои Хорошие Всем Пока Пока Спасибо Что Вы С нами За вашу Поддержку Ну и Вы Сами Знаете Что Вы У нас Самые Лучшие Кстати Всех С прошедшим Праздником Благовещения Желаю Самое Главное Всем Здоровья Мира Ну и Пусть Сбываются Ваши Мечты Все Всем Пока Пока До Завтра